Сегодня мы будем читать с вами Исайя, 54 главу, с 1 по 7 стих, но прежде чем мы приступим к ней, я хотел бы напомнить вам 53 главу. Там написано самое сильное и мощное и глубокое пророчество об Иисусе Христе, о его миссии, о том, что он принесет жертву умилостивления и увидит потомство долговечное, что он взойдет на небо и будет смотреть свысока на подвиг своей души, он будет радоваться тому, что происходит сейчас, тому, что происходит сегодня, что люди спасаются не только в Израиле, люди спасаются не только в Иерусалиме, но сегодня по всей земле есть христиане, что спасение, оно дошло до краев земли. Аминь. И это самая большая победа, это время перемен, когда пришли перемены на землю, когда спасение, оно распростерлось дальше, чем было во времена Ветхого Завета, когда спасались только иудеи. И 54 глава, она продолжает, давайте будем читать с вами с первого стиха. Возвеселись, неплодные, нерождающие, воскликни и возгласи, не мучившиеся родами, потому что у оставленной гораздо больше детей, нежели и умеющие мужа, говорит Господь. Господь, возвеселись, христианский центр восстановления, возвеселись, 2021 год закончился, если он был для тебя трудным, то улыбнись, возвеселись, говорит Слово Божье, возвеселись, улыбнись, все, хватит сходить с поникшей головой, Хватит унывать, возвеселись, возвеселись, радуйся, началось новое время, пришли перемены в нашу церковь, аминь. Время рождения кампусов, время открытия кампусов, Петр Сергеев, время приносить плоды. Время рождения кампусов, время приносить плоды, нерождающие, последние годы мы не стремительно росли, да, наша церковь, не выросла до 4000, который пастор Виктор видел сон, видел сон пророческий, что наша церковь, она будет 4000. Но последние годы кто-то ничего не рождал, у кого-то не была рождена домашняя группа, у кого-то не было рождено служение, ничего. И знаешь, ты думаешь, чему мне радоваться, ну чему, у этого все идет, знаете, у этого все получается, ты видишь, этот приносит плоды. Приходит время твоих плодов, праведник принесет во время свое плоды, во время свое есть определенное время для тебя, есть определенное время для меня, когда мы принесем с тобой плод, который будет радовать Бога. Сережа с земляной, нету его здесь, да? Он выставил пост несколько дней назад, мне кажется, даже 31 декабря, и он благодарил Бога за прошедший год. И первое, с чего он начал, в этом году появился у нас дом уют, ночлежка. В этом году появилось служение, в этом году Андрей Диденко, Сережа Земляной, Денис Волгин, они родили новое служение. Они родили новое служение, аллилуйя. Кто-то не замерз на улице. В этом году мы будем с вами снова рождать. Мы будем снова рождать. Когда возвеселись, если ты не родил до этого момента, возможно, у тебя не было прорыва в служении, в домашней группе, то приходит новое время. Возвеселись неплодные, нерождающие женщины. Я хочу вам рассказать тоже об одной из женщин. Ее звали Анна. Она была сильно любима своим мужем. Но она была бесплодна. Бог так решил, Бог закрыл, написано ее чрево, и она не могла родить. И она очень печалилась об этом. Она плакала, каждый год она приходила в храм и плакала. И муж ей говорил, неужели я не лучше для тебя даже десяти сыновей, я так сильно тебя люблю, что ты печалилась. Но ей очень хотелось родить. И вот однажды она пришла в храм и плакала там. И священник вышел, увидел ее, и он подумал, что она пьяная. Он говорит, а ты что пьяная сюда пришла? Она говорит, да я бы никогда не посмела прийти пьяной. Я плачу, потому что мое сердце очень сильно скорбит. Я хочу ребенка. И она молилась и просила, Господи, если ты дашь мне сына, я посвящу его тебе. И священник ей сказал, иди, твоя молитва услышана. Через год у тебя родится сын. Вы слышали эту историю? Да? Она написана в первой книге царств, в первой главе. И у нее рождается сын, Самуил. И она его потом приносит Богу. И потом есть другая молитва этой же женщины, во второй главе. Молитва радости, где она радуется, она прославляет Бога и говорит, нету такого, как ты, Бог. Нету такого. Даже бесплодная, говорит, семь раз рождает. Бесплодная рождает семь раз. Наступило новое время, когда женщина не могла родить, но она родилась семь раз. Это время, это поменялись циклы. Для Бога нет ничего невозможного. Женщина. Когда-то Сара, помните, посмеялась над своим мужем. Когда она услышала не над мужем, а о том, что она родит в своем старшическом возрасте. И тогда Бог сказал Аврааму, разве есть что-то трудное для Господа? Что она смеется? Разве есть что-то трудное для Бога? Разве Богу трудно, чтобы ты открыл домашнюю группу? Или чтобы ты открыл служение? Как открыл я когда-то реабилитационный центр. Без Бога это не было невозможно. Даже многие наставники не верили, что я просто пройду реабилитацию. Просто пройду реабилитацию. Не то, что говорить о том, что я буду служить. Но Бог коснулся меня в молитве. Бог прикоснулся ко мне. И я поверил, что Он может прославиться в моей немощи. И Бог может прославиться в твоей немощи. Просто нужно дать Ему место для этого. И все скажем? Аминь. Возвеселись, неплодное, нерождающее. Воскликни и возгласи. Не мучившиеся родами. Потому что у оставленной гораздо больше детей, нежели у имеющих мужей, говорит Господь. Потому что у оставленной гораздо больше детей. Три года назад нашего старшего пастыря не пустили в страну. Помните? Кто был три года назад в этой церкви? Ну вы точно не забыли. Да? Что пастырь возвращался из отпуска, его супруга прошла к детям. А его остановили на границе и больше не пустили. Его семья осталась здесь, а он остался в другой стране один. И я тогда чувствовал, что все, я думал, к христианскому центру восстановления пришел конец. Я говорю о своих переживаниях, честно. Что мне казалось, что Бог оставил меня. Что Бог оставил. Все, сейчас чуть-чуть времени, но без пастыря все. Мы сейчас разбежимся, как овцы. Все разбежимся. Я не знал, что испытывает пастырь до недавнего времени. Но он проповедовал нам в церкви, и он говорит, когда он сидел в другой стране, один. Его семья была здесь, это было долгое время. Его сын, его дочь, его супруга здесь. Он один. И Бог ничего не говорит. Бог молчит. Бог молчит. Бог молчит, как будто его нет рядом. И он говорит, мне только звонила мама и говорила, сынок, все будет хорошо. И я слышал Бога через свою мать. Он говорит, через маму, голос, я слышал Бога, как он укреплял меня, сынок, все будет хорошо. Но что мы видим сегодня? Вы смотрите вечерами служения? Нет, Сиатли? Я смотрю. И знаете, что я вижу? Что у оставленного гораздо больше детей. Гораздо больше детей. Сегодня каждый раз я вижу, как Бог действует через пастыря Жень. Что христианский центр восстановления, он не только остался здесь, но он и расти начал, да, последнее воскресенье, об этом свидетельствует. Что в Рождество Иисуса Христа пришло больше людей. Но и там 550 человек приходит в церковь. 550 человек приходит в церковь. Потому что у оставленной гораздо больше будет детей. Распространи место шатра твоего, расширь покровы жилищ твоих, не стесняйся. Пусти длинные верви твои, утверди коле твои, ибо ты распространишься направо и налево, и потомство твое завладеет народами, и населит опустошенные города. Распространи место твоего шатра. Не стесняйся, не стесняйся, не стесняйся расширить границы своего служения. Богу становится тесно в моем доме. Богу становится тесно. Знаете, вот у нас открылся первый центр реабилитации в Рамешках. 13 лет назад. И через время там стало тесно. И стали открываться квартиры реабилитации в Москве. В Ярцево, в Твери. И служение должно идти дальше. И служение должно идти дальше. Не только центров реабилитации. Бог хочет расширять сегодня границы наших служений, границы наших церквей. Рождение кампусов, поднятие миссионеров. Расширь границы, не стесняйся. Ну что ты стесняешься? Что у тебя не получится? Да не бойся ты это. За это даже не стыдно. Как бы, ну не получилось. Знаете, сколько у меня не получилось спасти людей? Я не сосчитаю, скольких я не спас. Но это не значит, что нужно остановиться. Не стесняйся. Открывай квартиру. Открывай служение. Не стесняйся. Расширяйся. И потомство твое завладеет народом. И населит опустошенные города. Лучший социальный проект, какой у нас, подскажите, обед, надежды. Влад не испугался расширить свое служение. Влад не остановился просто на Киевском вокзале или где там, на Павелесском. Я не знаю, где первая точка открылась, кто-то может. Курская. Да, вот он мог на Курском встать и все, да. И многие люди бы, даже думаю, здесь присутствующих, есть, кто кормят в других местах? Немного, но есть. Они бы не получили это благословение служить и кормить бездомных. И бездомные остались бы без хлеба. Не стесняйся. Не бойся расширить границы своего служения. Не бойся посеять туда свою жизнь, свои силы, свое время, свои финансы. Расширь границы своего служения. Не только свою квартиру. Я помню, когда-то пастор проповедовал, он говорит, что, да Богу скучно в наших семьях. Богу просто скучно, Рома, если ты будешь любить жену, ходить на работу и ничего не будешь делать для других людей. Я тогда понял, действительно, как бы часто мои мечты, они совершенно не совпадают с Божьим. Мне самому бывает скучно долго находиться дома. Вот сейчас жена у меня два дня здесь служила. Я дома, и мы соскучились. Сегодня целоваться будем с ней. Знаете, как служителям интересно живется? Как это, не напишешь пером, да? Не вырубишь топором. Не бойся. Вот этот следующий стих, четвертый. Не бойся. Не бойся. Не бойся. Ну чего ты боишься? Не бойся служить Богу. Не бойся, это хорошо. Это не стыдно делать добрые дела. Не бойся, что на тобой какой-то грешник посмеется, блудник, я не знаю, вор на тобой будет смеяться. Обманщик, что ты живешь честной жизнью. Не бойся. Ибо не будешь постыжен. Не смущайся, ибо не будешь в поругании, ты забудешь посрамление юности твоей, и не будешь более вспоминать о бесславии твоего вдовства. Не бойся, ибо не будешь постыжен, не смущайся, ибо не будешь в поругании, ты забудешь посрамление твоей юности. Ты забудешь, кем ты был в юности. А есть люди, кто посрамлен в юности был? Вот я был вором в юности, я был блудником, обманщиком был, был таким, плохим человеком был, злым человеком был. И знаете, когда ты начинаешь служить, многие строят из себя святошек. Знаем мы тебя, Роман Николаевич, знаем мы о делах твоих старых. Это здесь тебя никто не знает. Это вы меня не знаете уже. Я уже не тот, Рома, который был в 20 лет. Не бойся, не смущайся. Ты забудешь посрамление своей юности. Не бойся, кем ты был, забудь об этом. Бог не вспоминает прежних грехов. Блудником или блудницей ты была, забудь, не бойся, служи. Помогай этим блудницам, помогай этим наркоманам, помогай этим бедным, бездомным, больным. Забудь о посрамлении своей юности. Не бойся, не смущайся. Ой, я такая молодая, а теперь мне уже 41, и я уже такой старый. И не поймешь, что лучше, знаете, в 20 было служить, или в 40. Всегда мы кризис некий испытываем перед принятием решений. Пятый стих. Ибо творец твой есть супруг твой, Господь Саваоф, имя его, и искупитель твой, святой Израилю. Богом всей земли назовется он. Ибо твой супруг есть кто? Твой Творец. 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 Тебя творит Бог. Бог создал тебя. Бог твой создатель. Не бойся. Он назовется Богом всей земли. Здесь написано его имя, Господь Саваоф. Господь Сил, Господь Воинство. Господь Сил. Вся сила, она у кого? Она у Бога. Она у Бога. Она у Него. Господь Воинство. Если тебя кто-то попробует обидеть, Он за тебя заступится. Он тебя защитит. Мы с Наташей, сколько, 7 лет назад мы поженились, да, и мы были в помолвке. Мы готовились к свадьбе. И в какой-то момент я повысил голос на Наташу. На эмоции вышел, как я с ребятами часто разговариваю, с братьями. Мне так же с ней себе позволено. Я увидел испуг в ее глаза. Я ее испугал. После этого момента она стала как-то по-другому себя ко мне вести. Я это почувствовал, я это понял, увидел. И тогда я пошел в пост. Я взял пост, я понял, вот я на раздражении всегда, у меня служение, все не так идет, что-то не получается, еще свадьба. И вот я первый раз тогда взял длительный пост, 10 дней. Для меня это был самый большой пост. И в один из дней уже, я не знаю, там 7-8 день, я ложусь в постель. Я слышал голос Отца Небесного. Отца, вот Божий Отца. Только не своего отца, а отца Наташи. Он говорит, я тебе ее не отдам. Ты ее недостоин. Ты ее недостоин. Ты что так с ней разговариваешь? Ты что, если я возомнил, что ты с моей дочерью будешь так разговаривать? Я ее отец, Рома. Я ее отец. Я ее защищу. Я не отдам тебе ее. После этого я собрался, приехал к пастору Жене, еще был здесь в Москве. Я приехал к пастору и стал ему рассказывать о том, что происходит. Он говорит, ну если бы ты сам ко мне не пришел, то ваша помолвка бы отложилась по моему уже указанию тебе. Работай над собой, Ромочка. Побеждай себя. Побеждай свой характер, побеждай свой нрав. И сегодня я рядом с этой прекрасной женщиной. Его имя Господь Саваоф. И он твой творец. Он твой заступник. Он твой защитник. Он защитит тебя. Не бойся. Не смущайся. Расширяй границы. ХЦВ. Есть здесь ХЦВ? Эй! Воскликни, возгласи. Улыбнись, ХЦВ. Эй! Аллилуйя! Аллилуйя! Давайте расширим границы наших служений. Я себе проповедую на самом деле, не только вам, но и себе. Ибо как жену, оставленную, 6 стих, и скорбящую духом, призывает тебя Господь. Ибо как жену юности, которая была отвержена, говорит Бог твой. Ибо как жену юности, которая была, что? Отвержена. Жену, которую отверг муж. Бог сравнивает это здесь с человеком, которого оставил Бог. Как жену, которой муж обещал, я буду тебя всю жизнь любить. Мы будем с тобой в радости и в горе. Я всегда буду с тобой. Я буду дарить тебе цветы, стоять перед тобой на коленях. За тебя я буду драться с любым. Но потом этот мужчина говорит, все, все. Я тебя отвергаю, ты мне не нужна. Ты вообще не та, о которой я мечтал. Состояние женщины. Кого-то отвергали мужья? Мужчины. Вы понимаете, да? А мужчины понимают, когда женщины отвергают. Они испытывают то же самое. Когда женщина, которая любила его, она идет потом с другим. Она отвергла. Она сказала, ты не нужен мне. Все. Как жену, которая была отвержена, призывает тебя Господь. Он призывает, говорит, Наташа, пришло время тебе служить. Наташа, пришло время. Я зову тебя. Я призываю тебя. Если тебя отвергли, Бог призывает тебя. Если можно, группа прославлений выйдите, пожалуйста. Вот на эти инструменты я буду заканчивать. Седьмой стих. На малое время я оставил тебя. Но с великой милостью воспряму тебя. На малое время кто оставил? Скажите. Вот буковка Я. Бог. На маленькое время. В современном переводе написано на мгновение. На чуть-чуть я тебя оставил. И ты чувствуешь себя, как эта женщина, которую отвергли. Муж, который обещал ее любить. Он отворачивается от нее. Но Бог говорит, сегодня я тебя призываю. Я хочу тебя принять. С великой милостью. С великой милостью. С великой милостью. Если ты понимаешь, что Бог призывает тебя. И это слово было к тебе, поднимись на ноги. Если кто-то смотрит это дома, то поднимись на ноги. Я буду молиться за тебя тоже. Ты слышишь призыв от Бога. То, что Бог тебя зовет. На малое время. Я тебя оставлял, говорит Бог. Не потому, что ты стал негоден. Не потому, что все, ты больше не нужен Богу. Нет. Бог всегда был рядом. Бог всегда был рядом. Он всегда был близким. Он видел тебя. И видит сегодня тебя. Знаете, когда я прихожу на ночную молитву, и Бог не прикасается ко мне. Я не переживаю присутствию Бога. Это меня посвящает мысль всегда поехать домой. Завтра выходной. Ну, уйти пораньше с молитвы. Многие люди, я уверен, что именно из-за того, что в какое-то мгновение они не пережили Бога, они перестали приходить на эти молитвы. Но самое страшное, вообще не пережить Бога никогда. Можно так перестать ходить в церковь, приходить в собрание святых. Есть время, когда Бог оставляет, Он просто смотрит. Рома, будешь ли ты меня искать? На малое время я тебя оставил. Но с великой милостью я приму тебя. Господь, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя за это пророческое слово. Благодарю Тебя. Благодарю за то, что Ты всегда был рядом. Всегда. Ты был близко. Господь, я благодарю за то, что Ты довел нас до сегодняшнего дня. И я молюсь сегодня. Я молюсь за то, чтобы Ты принял людей, которые сегодня слышат Твой призыв. Они слышат, что Ты призываешь. Я молюсь за то, чтобы Ты принял. С великой милостью. Во имя Иисуса Христа Я прошу Тебя, наполни эти сердца радостью. Я прошу Тебя, пусть мир Божий Он наполнит их сердце, Он наполнит их жизни, Он наполнит их дома. Я молюсь о том, чтобы всякий страх и смущение, оно было удалено от этих людей. Во имя Иисуса. Не бойся, ибо Ты не будешь в поругании. Не бойся принять решение в этом году принести плод, родить служение. Господь, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя за Твою благодать. Я благодарю Тебя за апостольство, которое мы получили для того, чтобы покорить веры народа. Господь, благослови нас. Благослови Свою церковь. Во имя Иисуса Христа. Мы благословляем Тебя. Мы молились Тебе с верой. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. И все скажем Аминь.